Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион, в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. А у нас в квартире газ. Теперь это могут сказать жители Усатовой Балки, которым сегодня в дома пришло голубое топливо. Очень понравились, знаете, вот эти сапоги. Они очень интересные. Мне хоть и тяжело бегать, но весело. Спортивное лето продолжается. Команды школьников из Анапа выясняли, кто самый ловкий и сильный. Просто мечтайте и идите к этой мечте. Это очень круто, когда есть к чему стремиться. Учиться у лучших. Мастер-класс по актерскому мастерству воспитанникам детского центра «Смена» дал восходящая звезда Кирилл Продоляченко. Начнем с главного. Вход Реусатого Балка во всех смыслах долгожданное событие. Природный газ подвели к домам, и у жителей появилась возможность подключиться к голубому топливу. Строительство велось в рамках государственной программы. Большая часть затрат легла на федеральные, краевой и муниципальные бюджеты. Жители оплатили лишь пятую часть стоимости. В торжественной церемонии пуска газа приняли участие вице-губернатор Анатолий Вороновский, а также глава курорта Юрий Поляков. Подробности в нашем сюжете. Символическую горелку зажигают глава муниципалитета Юрий Поляков и вице-губернатор Анатолий Вороновский. Вопросы газификации, они всегда были основными, не только в Российской Федерации, но и здесь у нас в регионе. И губернатор края Венимир Иванович Кондратьев большое внимание уделяет газификации населенных пунктов. У нас приняты региональные программы по газификации жилищно-коммунального хозяйства, предприятий. И сегодня свидетельством того, что эта программа работает, мы сегодня здесь запускаем новый газопровод. Газопровод высокого давления в хутору Сатова Балка провели 7 лет назад. Второй этап – строительство труб низкого давления непосредственно к домам. По закону, это зона ответственности жителей. Однако государственная программа газификации значительно снижает их затраты. Мне как никому очень приятно, что еще в одном населенном пункте у нас в городе Куротанапа появился газ. Наконец-таки дожали эту ситуацию. Я хочу поблагодарить администрацию Краснодарского края, лично губернатора Венина Ивановича Анатолия Владимировича Варановского, сказать им огромное спасибо. 11 километров опротянули газопровод, потратили более 21 миллиона рублей и в более чем в 200 домах у нас будет газ. Это очень хорошо и приятно. Я от всей души поздравляю жителей. Тепла и уюта вам. Анатолий Каверин возглавляет местное территориальное общественное самоуправление. Строитель со стажем около четверти века. Он возглавил кооператив, через который собирались средства на проектирование, а затем непосредственно на подключение. Получилось по 46,5 тысяч рублей на двор. Если бы не вступать в программу софинансирования, где краевые, федеральные, местного бюджета и 20% населения, этого бы, конечно, не было. Она бы обслужилась, может быть, в 200, может быть, в 300. Техническую, с муниципальных властей, с краевых властей, все это у нас, как говорится, все было в хороших отношениях. С поддержкой управления капитального строительства, так как это с заказчиком было управление капитального строительства перед Горгазом, они этим занимались. Представители краевой и муниципальной власти, а также газовики, идут к дому Галины Вальшиной. Она живет с мужем и внучкой. На кухне вице-губернатор Анатолий Вороновский зажигает газ на новенькой плите. Сам надо мыть кофе. Как она? Быть кофе. Теперь будет чистота, уют. Теперь у вас есть силы и желание сделать ремонт, обновиться, ну и новое качество жизни совершим. Самый счастливый. Ура, где шампанское открывать будем? И снижение затрат, и удовольствие в доме, чистота, порядок. Под свежезаваренный чай глава муниципалитета и вице-губернатор обсуждают с газовиками дальнейшие перспективы газификации Анапы. В этом году к хуторам Большой и Малый Разнокол должны подвести газопровод высокого давления. В Гастагаевской к двумстам дворам, а также в хуторе Просторный, подвести сети низкого давления. Однако подключать потребители будут только в следующем году. Анатолий Вороновский и Юрий Поляков настаивают на ускорении процесса. Вместе с тем с сентября начнет действовать закон, который облегчает газификацию с точки зрения различных согласований и экспертиз по оценкам самих газовиков в десятки раз. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Сегодня же в рамках рабочего визита Анатолий Вороновский посетил Анапское пассажирское автотранспортное предприятие, из ворот которого ежедневно на линию выходят автобусы большинства маршрутов. Там появится специальная мойка для крупногабаритного транспорта. Ее услуги будут обходиться для водителей в разы дешевле. Также он оценил изменения, которые прошли за два года. Ворота поддержала, мы вышли с инициативой, провели хороший митинг. Теперь территория перед предприятием – парк имени Когута, первого директора. Теперь здесь ландшафтный дизайн. Вся территория перед автобусным парком приведена в порядок. Вопросов по благоустройству больше нет. На саму территорию уложили порядка 5000 квадратных метров асфальта. Заменили окна. Стены во дворе покрасили в песочный, пляжный, как здесь говорят, цвет. Отсюда ежедневно на линии выходят около 300 автобусов. Следующий шаг – установка автоматической мойки. Чтобы, так сказать, эффективнее работал транспорт. Утром, особенно на выпуске, чтобы автобусы все были чистенькие. Это очень удобно, быстро и качественно. Водитель, да, он будет, конечно, платить, но это не те деньги, которые он сейчас платит. Сейчас они платят до 300 рублей за свой этот минимальный. А это, может быть, будет в пределах 50-70 рублей. То есть быстро и качественно. За 2-3 минуты ты поехал на линию. А там надо ждать минут 40, пока тебя помоют. В здании военкомата на улице Парковой были обнаружены скрытые дефекты. Поэтому его снос – необходимость. Так говорят эксперты. Было проведено достаточно тщательное исследование. Однако с момента строительства в буквальном смысле утекло много воды. Влага разрушала перекрытие изнутри. Зимой, превращаясь в лед, она расширялась, постепенно снижая прочность межэтажного бетонного покрытия. Специалисты провели исследование фундамента и стен. По расчетам, их было достаточно укрепить металлическими конструкциями. Однако именно эта операция в итоге и выявила скрытый дефект, который оказался фатальным для всей конструкции в целом. Самое опасное было обнаружено – это усталость конструкции. Это очень сложный термин научный. Значит, когда мы сняли нагрузку, появились трещины. Это как раз усталость конструкции. То есть, наоборот, должно быть. Мы снимаем нагрузку, должны дать отдых. А тут усталость. Это связано с внутренними повреждениями конструкции, которые никак не могли определить глазами. Приборов, которых нет в Анапе и даже в Краснодаре, чтобы определить внутреннее состояние материала. Курортный «Олимп-2018» выявит лидеров туристской индустрии. Прием заявок на участие в конкурсе продолжается. В соревновании предприятий санаторно-курортной отрасли Кубани в этом году расширили список номинаций. Теперь их 17. В номинации «Лучший санаторий» Анапы представят три участника. Анапа-Океан, Родник и Сибур. Оформляют заявки санатория БФО и Эллада. В номинации «Лучший муниципальный пляж-курорт» представлены три участника. Центральный городской пляж, пляжи Силовидезевой, Станицы, Благовещенской. Название «Лучшая детская здравница» от Анапы претендуют шесть организаций. Буревестник, Голубая волна, Сибур-Юг, Жемчужина России, Вита и Кубанская Нива. Со списком документов, необходимых для подачи заявки на участие в конкурсе, можно ознакомиться на сайте Министерства курортов края или по телефону, указанному на экране. А также в управлении по санаторно-курортному комплексу и туризму администрации города-курорта Анапы по телефону 43270. До начала учебного года остаются считанные дни и важно провести последние недели лета интересно и насыщенно. А еще с пользой для здоровья, как анапские школьники, которые приняли участие в краевом фестивале «Кубанские каникулы». Город-курорт уже не первый год поддерживает проведение этого мероприятия, организовывая для молодежи спортивные эстафеты. Не обошлось и без вкусных призов. Семь команд в каждой 12 человек. Кто-то представляет свою школу, а некоторые сборные сформировались из знакомых ребят, живущих по соседству. Все они в этот день собрались на одной площадке, чтобы выяснить, кто из них сильнее. Соревновались в нескольких номинациях. Перетягивание каната, бег в мягких кедах, игра с фрисби и дартс. Но главное, говорят ребята, это общение. Мне понравилось, когда крутили скакалку, солнце. А также, когда мы кидали фрисби, тарелки. И очень понравились, знаете, вот эти сапоги. Они очень интересные. Мне хоть и тяжело бегать, но весело. Краевой фестиваль «Кубанские каникулы» проходит в Анапе каждый год. Организаторы – краевая и муниципальная комиссии по делам несовершеннолетних. Они регулярно проводят спортивные состязания и конкурсы более чем для 200 детей, которые сегодня состоят на учете. И к ним нужен особый подход и внимание. Этот конкурс проводится для того, чтобы максимально привить нашим детям любовь, скажем так, к здоровому образу жизни, к занятию физической культуры, спорту, сплотить их и вовлечь в различные виды занятости. В фестивале приняли участие около ста юных спортсменов. Каждому был вручен сладкий приз и грамота. Победители получили ценные подарки от спонсоров, портативные музыкальные колонки и билеты в парк аттракционов. Никита Бойко, Ксения Осипко, Роман Бергалиев, Анапа-регион. Как всегда, познавательно проводят «Ледо» ребята и во Всероссийском детском центре «Смена». Накануне там прошел мастер-класс по актерскому мастерству от Кирилла Продоляченко. Подробности в материале наших коллег. Начиная с пяти лет, актерское портфолио Кирилла пополнилось работами в сериалах «Солдаты» и «Счастливы вместе». А также озвучка таких фильмов, как «Интерстеллар», «Союзники», «Призрачная красота», «Дивергент» и еще более 45 кинокартин. Кирилл признается, с детства хотел стать знаменитым. Поддержка родителей безумно важна. Если родители смотрят, пожалуйста, поддерживайте детей во всем, потому что, опять же, моя мама, я ее очень люблю, поэтому хвалю ее всегда, она меня поддерживала во всем и всю свою жизнь посвятила мне. И вот просто мечтайте и идите к этой мечте. Это очень круто, когда есть к чему стремиться. Это класс. Кто помогал юному актеру в начале жизненного пути? Одним из главных мотиваторов была мама, которая постоянно говорила сыну юному актеру. Нельзя никогда никому позволять думать, что ты – ничтожество. Никогда. Не позволяйте себе, чтобы эта мысль у вас здесь в мозгу укоренилась. Никогда и ни за что. Самый незабываемый день съемок. Источник вдохновения, поступление в университет, отношения с друзьями и родителями. Киноакадемиков интересует все о жизни юного актера. Я спросила, можно ли в таком маленьком возрасте самому именно захотеть сниматься? Это же наверняка очень трудно, не бояться камеры, вообще не бояться сцены, допустим. Он сказал, он мне ответил. Он сказал, что это получилось вообще случайным образом. Он такой интересный, он с чувством юмора, добрый, смешной. А самое главное – отзывчивый и добрый. В преддверии нового учебного года важно продумать и приобрести все, что нужно для любимых чат в этом нелегком деле. Одна из главных забот родителей – покупка школьной одежды, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно в обновке и при этом не опустошить кошелек. Магазин «Модная школа» предоставляет своим покупателям щедрые скидки до 30%. Этим летом они отметили свой первый юбилей – пять лет и прочно укрепились на рынке школьной одежды. Широкий ассортимент, качество ткани и невысокие цены – вот что привлекает покупателей, по словам анапчан. В торговом доме также действуют благотворительные акции «Подари заботу», в которые могут принять участие все жители и гости курорта. Ассортимент радует глаз. В магазине «Модная школа» можно найти стильные школьные вещи и обновить гардероб ребенка к новому учебному году. Официальные костюмы, рубашки и рюкзаки, наряды для школьных праздников и детские аксессуары. Вся одежда состоит из комфортных, так называемых дышащих материалов и производится на ведущих российских предприятиях с соблюдением всех требований ГОСТа. Для Алексея мы выбрали брюки, обувь также купили, ремень, рубашку, жилет, бабочку, то есть полностью в магазине оделись с ног до головы. Мы уже не первый год одеваемся в модной школе и я даже больше скажу только в модной школе, потому что такого качества я не нашла ни в одном магазине в нашем городе. И уже пятый год только модная школа, одеваемся всегда полностью, все можно найти, вещи служат очень долго, выдерживают стирки, выдерживают глажки. Магазин учитывает требования всех общеобразовательных школ города. Здесь можно приобрести не только форменную одежду, но и шевроны, бабочки и галстуки. По наблюдениям могу сказать одно, что наш магазин все больше и больше с каждым годом любят местные жители, приходят одевать своих деток с разных школ и гимназий. Любая школа или гимназия, если приходит в наш магазин, мы знаем те требования, по которым они должны быть одеты. И мы подбираем ассортимент для ребенка именно согласно этих требований. Поэтому нам доверяют и не только в плане качества, но и в плане нашего опыта работы, который дает возможность родителям не ошибиться при выборе школьной формы для своего ребенка, который учится конкретно в каком-то заведении. В торговом доме действует своя благотворительная акция «Подари заботу». Любой неравнодушный человек может подарить школьную форму и одежду в хорошем состоянии. Ее необходимо упаковать и указать пол, возраст и рост ребенка. Вещи совершенно бесплатно отдают семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Эти записочки дети с удовольствием пишут сами, когда перебирают свои вещи. Вот нам приносят вот такие записки с детским почерком, что приучают тоже детей делать добро, делиться тем, что может пригодиться другим деткам. Поэтому можно вместе с детьми подготовиться к этой акции и принести вещи, упакованные вот таким вот образом. В магазине «Модная школа» по адресу Крымская 100А действует постоянная акция скидки 30% на полный комплект школьной формы. Количество акционных товаров ограничено. Однако каждый сможет подобрать стильную одежду для своего ребенка по доступной цене. Никита Бойко, Ксения Осипко, Роман Беркальев, Анапрегион. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер, тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Анапрегион.ру Я с вами прощаюсь. До встречи. Кардиозал. Женский зал. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Для студентов и школьников абонемент от 400 рублей. «Витязь» Анапа Самбурова 254. Мы делаем спорт доступным.